Сегодня мы будем готувати правильный и полезный обед разум с кулинаром Альоной Чумаченко. Витаю вас, Альона. Добрый день. Мы с вами говорили о том, что завтрак он достаточно легкий. То есть у нас кисломолочные продукты, фрукты. Почему? Потому что смотрите, солнышко еще не встало и у нас еще нет сил ни в организме, ни в природе переварить вот то обилие, как у нас любят, допустим, бутерброды. На них нет сил. Вот мы сегодня сделаем бутерброды. Вот это знаете что? Это самое идеальное десерт для обеда. На обид, замесь, тисточка, бутерброд. Да, да. А мы сегодня начнем с чего? Давайте сделаем сначала салат. Горячее оставим, а потом начнем с салата. Я вам сегодня покажу. Вот сейчас появились уже у нас корнеплоды вовсю. У нас сейчас стало очень много всего. И бататы появляются, и редик там штук 5-6 и всего остального. И импорт не стоит на месте, привозит все, что хочешь. Наши, 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 наши сельское хозяйство, да, вот наши местные. Так что красная редька, у нас вот мы ее уже почистили, мы ее добавим. У нас будет салат из пекинской капусты, красной редьки, зелени. И выберем какие-нибудь семена для этого. Сейчас мы быстро света... Ну, давайте я вам поручу, да, вы будете вот такой соломочкой, да, соломочкой резать нашу... Нарезать всю редьку. Доброе. А я пока возьмусь, мы с вами сейчас еще сделаем... У нас будут сегодня макароны, и к ним мы сделаем очень простую подливку. Будет все у нас свежее, и мы все это сделаем на блендере. Так, сейчас находим место. Итак, у нас, смотрите, у нас есть морковочка. Да, мы ее не будем обжаривать ничего. У нас есть морковь, мы ее сделаем на очень мелкой терочке. Вот на такой сейчас мы ее натримаем. Так, у нас будет салат, у нас будет вермишель из подливки. Что еще будет? У нас еще будет рагу, мы сделаем его мажиденькое такое, чтобы оно у нас мягенькое было. И у нас будет десерт с бутербродами. Ну, все, кажется, ничего не забыли. Слуха, это обид. Человекам бы точно сподобовался такой обид. Вот такой обид должен быть. Вот смотрите, что самое важное для обида, чтобы мы помнили, это учесть разные группы продуктов. У нас сегодня будут с вами овощи, как тушеные, так и свежие. У нас будут крупы, представленные в виде макарон, а потом и бутерброда. И у нас будет бобовая группа, у нас будет сегодня белковая обязательно должна быть. У нас белок представлен в виде сыра будет, я вам покажу, как его делать. И у нас есть немножко, вот в нашем рагу тоже будут у нас здесь фасоль, стручок. Это правильно? Это замороженные овощи? Да, это замороженные овощи. Ну, у нас с вами все-таки не ресторан, не кухня, она не приспособлена. Если мы начнем сейчас все очень долго резать, будет просто очень долго. Это очень легко, это очень быстро. Я знаю, что очень много домогосподарок. Так, мы используем все эти замороженные овощи, потому что это реально очень быстро. И сразу мы имеем ассортим. Да, а я как раз вам покажу пример для тех, кто любит эти овощи, кто готовит эти овощи. Я зачастую захожу вот в общепит, мне интересно попробовать какие-то вещи. Я понимаю, что когда ты работаешь уже долгое время, готовишь со специями, тебе потом не хватает мне вот в нашем общепите. Мне так хочется дать какие-нибудь занятия для поваров общепита, чтобы они научились добавлять специи. Конечно, конечно. И правильно их добавлять, тогда блюдо играет вообще совершенно по-разному. Але это целая наука, знать, что и с чем можно поеднать. Ну, поэтому приходите в нашу культурную школу. Зрозумела. Ну, действительно, ну, этому нужно учиться, как и всему в своей жизни. Дамы будем салат рубить? Так, салат, вот у нас для салата. Добре. Отправляем оттуда нашу речку. Давайте я сейчас нарежу капусту, и мы будем немного делать. Ну, сделаем анапортик. Помним все, да, что у пекинской капусты идет полностью весь качанчик ее. Мы сейчас туда и зелень быстренько нарубим. Тоже попытаемся сделать соломкой такой. А потом я Свете буду рассказывать, какие добавлять специи, и она будет смешивать наш салат. Боже, я же разбуду чаклунку. Да. А давайте вы сразу их сейчас добавляйте. Покажите, что? Итак, давайте мы добавляем немного асофетиды. Вот такая замечательная смола. А что это такое? Асофетиды – это смола экзотического дерева. Она по вкусу немножко напоминает такую смесь лука и чеснока, но она потрясающе полезна для здоровья. Она улучшает работу кишечника, улучшает работу желудка. Так, додолы счастья. Замечательная. А что еще для нашего салата? Кориандр находите. Где-то он у нас есть тоже смолотый. Ну, вы же все знаете, как выглядают, а я это темень. Я еще не могу читать умею на баночках тоже. А все равно, вы же знаете, что много человек выглядают. Ну, конечно. Где купляти найкращие специи? Яка краина найбільше так популярна в этом плане? Конечно, это либо Средняя Азия, либо Индия. Она до сих пор является, ну, большинство из них. Хотя, я надеюсь, со временем, вот у меня уже даже свекровь на огороде понемножку начинает выращивать. У нас многие специи можно выращивать у нас. Они вырастают, растут. Вот половину этого ассортимента... Нам просто линька. Ну, ушла эта традиция из нашей культуры. И, к сожалению, вот пока пропала. Надеемся, вернется. Силь потребно в такой салат додавать? Да, давайте. Мы немножко все-таки его подсолим. Мы сейчас добавляем зелень. Что еще из петельной? Ну, давайте. У меня есть здесь смесь перцев. Немножко мы его поперчим. Видим мы ее, нет? Мы ее не бачим, мы ее не бачим. Вот она у нас здесь, у нас здесь есть еще. Немного смеси перцев. А заправлять чем будем? А заправлять мы его просто олеей заправляем. Просто олеей. Дуже легкий. Наверное, те, кто тримают диету, так уж можно. Я бы посоветовала хозяйкам иметь, конечно, много разных растительных масел у себя в хозяйстве. Потому что они дают, ну, самые разные сочетания вкусов можно делать. У нас сегодня подсолнечные. И что мы сейчас сделаем? Я просто вот... Мы не взяли с собой разные много масел, да? Но мы сейчас, вот если будете использовать, допустим, в этот салат, можно добавить немножко оливок и тогда заправить оливковым маслом. Можно заправить лен и льняным маслом. Но мы сегодня сделаем... Он у нас обжаренный немножко. Все. Теперь заправляем маслом и перемешиваем. А я пока немножко натру. Мы будем взбивать на блендере, поэтому я сильно не буду. Порежу перчик. Это у нас будет с вами подливка к макаронам. Музика. 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 Ты одна такая, музыка в тебе Лишь почувствуй себя, своего сердца бит В либинной души, цей высокий спир О-я-у, о-я-у Это жива вода у пустели слит О-я-у, о-я-у, о-я-у Витрачаєш час на чужі життя Забуваєш ритм власного бутя Хто твій справжній друг? Слухай лише себе, в тобі є твій звук Слухай лише себе, розбудити світ В тебе голос є О-я-у, о-я-у Осягнути світ, в тебе сила є О-я-у, о-я-у О-я-у О-я-у, о-я-у О-я-у О-я-у, о-я-у 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 О-я-у, о-я-у О-я-у О-я-у, о-я-у О-я-у, о-я-у О-я-у, о-я-у О-я-у Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Так, із бутербродами ми завершили Вони у нас готові Тепер нам потрібно поєднувати так і нашу локшину Тепер ми все це красиво виложем на стол Ось наша вермишелька Ми її виложем на тарелочку Ми її польем Отдельно у нас буде стоять наш супчик Рагу Польем нашу вермишель Ми її вовнутрь Вот так наш соус Украсим У нас жёлтый-белий цвет Зеленого додамо Петрушка Украсим листиками Петрушки, укропа Салат ми можем подати Тоже ми давайте подадим его В отдельной тарелочке У нас чай, который ми делали с вами Отдельно У нас бутерброди И вуаля Обид готовий Ну давайте вот так еще вокруг На синий сделаем И будет замечательная красота Слухайте, фантастично Ось такий він Неперевершений обид И який складается из багатьох страв На десерт Бутерброди На перше Локшина И с подливкой Салатик То еще и роговочево Хлопцы до столу Давай, давай Так, а что нужно из этого Локшину Локшину Локшину, конечно Если у вас суп То конечно суп Либо и заедать Супом можно начать Допустим обычно начинать салатом Чтобы аппетит разжечь Смачно Я старалась Гоу Дуже смачно Ура Так Салатиком это все Притрамбуемо Давай, давай Кирилу запрошуемо Это до сих пор смачно Что у нас есть? Давай, иди Давай, давай Обирай Розповедай, что есть Теперь я кушаю рагу Бери, бери, бери Вилочка одна На всех Давай я вот Спробую Десерт не можно З десерту Не можно Розпочинати Мы дякуемо Дуже нашему кулинару Альоні Чумаченко Яка сьогодні Так за невеличкий промежок часу Створила нам обід Корисный Корисный И правильный Ось так виглядає Здорово Корисно Харчуванье Запивай чайку Субтитры создавал DimaTorzok